Утречка. Ну, вы посмотрите, какая красота! Стёпа вчера достала эту палатку, а оказывается, её можно как манеж использовать, да, Саш? А я даже не думала над таким вариантом её использования. В общем, сейчас Саша сюда положила. И в чём суть манежа, когда Саша ещё у нас далеко не уползает, ему, в принципе, манеж-то не нужен. Но очень клёво сейчас вот эту вот штучку использовать для ограничения игрушек. Обычно вот я ему шарик даю, он его кинул, он улетел далеко, и он не может до него доползти, он не может его взять, дальше играть. А тут всё вместе, всё рядышком. Я сейчас ему тут накидала шариков, и все шарики рядышком, они не разлетаются, это очень удобно. Вон как удобно, оказывается. Каждый раз, когда я показываю Сашу шариками, многие переживают, что шарик лопнет, и Саша испугается. Нет, ничего страшного не будет, если шарик лопнет. Ну, я по этому поводу переживаю только из-за того, что если он лопнет, он может ударить, например, куда-нибудь в щёку, там, в глаз, в нос. А то, что он там хлопнет, нет, Саша такие звуки не боится. Много раз шарики лопали, и у нас Стёпа специально шарики, ну, не в таком, конечно, возрасте, а вот года полтора ему было. Он специально их лопал, обожал это дело. Помню до сих пор день рождения его три года. Он там моему шарики надули, а он специально розу на куст их кидал. Саш! Саш, тебе нравится манежик, Саш? Сашок, малышок. Саш начал у нас ползать более активно, но всё равно зачастую он ползает назад. Вот прям толкается руками, как назад уползает, и очень быстро так. Я говорю, Саш, тебе бы с такой скоростью вперёд научиться ползать, да, Саша? Ну, Саш, шарик в туннеле укатился, он уже всю палатку себе свял, всё пододвинул, он тянет, тянет к себе, а шарик всё дальше и дальше. Сашулька, на, держи тебе шарик, вот он, всё, укатился обратно. Да, скажи, что мне ползать, я всё могу к себе пододвинуться. Ой, хорошенький. Да. Да? Разговаривай, скажи, мама, папа. Да, Саша начал ки говорить у нас. Ки, ма, да? Разные звуки. Общительный мальчик наш. Общительный, да. Ку-ку. Ой, опять закинул, да, туда? Ага. Ну, ползи. Ползи, давай. Стимул у тебя хоть будет, давай, ползи к ним. Я разморозила тесто, ещё вчера хотела сделать булочки, но вчера не успела. В итоге, сегодня с утра делаю булочки из слоёного теста с курицей и яйцом. Здесь отварная курица, отварные яйца обычные, варёные, отварные варёные яйца. Всё измельчила, перемешала и добавила ещё немножко бульона, чтобы не сухо было из, вот, где курочку варила, бульончик этого немножко добавила. Вот так делаю булочки. Иногда режу на 4 части тогда булки побольше. Вот сейчас вытянула тесто в одну сторону и получила 6 частей. Будет тут 6 булочек и вот тут 6 булочек сделаю. Мы такие булочки очень любим. Ничего больше я в начинку не добавляю. Нам нравится именно такой вариант. Мне советовали, можно и зеленушки добавить, и сыра добавить. Конечно, всё очень вкусно, всё на вкус того, кто делает. Вот мне больше ничего не хочется добавлять. Мне нравится именно такой вкус. Я очень люблю вот такую начинку и в пирожках, и просто вот в булочках с удовольствием мы едим. Пока делала булочки, Саша спал. Сейчас только начала разговаривать, он сразу проснулся. Хотя он меня, по сути, не должен слышать, потому что я на первом этаже, он на втором этаже. Ну, может быть, и от меня проснулся, малышок. Пойду его забирать. Так, каждую булочку я вот так вот завернула. Вот так вот вилочкой залепила. Так, булочки эти можно смазать яйцом, можно смазать маслом, чтобы они были румяные. Но обычно, когда я делаю вот чисто для дома, никого не угощаю, то я ничем не смазываю. На вкус это не влияет. Ну, сейчас, может быть, яйцом смажу, чтобы просто вот сверху они были чуть-чуть румянее, а не беленькие. Вот такие вот вкусные булочки у меня получаются. Желудком я их все-таки помазала потом. Совсем скоро многие будут праздновать День влюбленных. И я вам хочу посоветовать перед этим праздником заглянуть в магазин Леонардо. В магазине Леонардо собрано очень много тематических товаров к этому празднику. Есть красивые свечи для создания романтичной атмосферы. Их можно понюхать, выбрать для себя. Много представлено товаров для создания подарков своими руками. Всякие заготовки сердечек, различные декоративные элементы, силиконовые формочки в виде сердечек для приготовления пирогов, пирожных, печенья. Есть необычные товары для опытов. Например, вот такие вот кристаллы для выращивания в виде сердец. Множество различных милых аксессуаров. Разные наборы для создания игрушек. Вот такие вот классные обнимашечки, которые можно самостоятельно сшить и подарить любимому человеку. Есть крафтовые открытки. Ну а если вы ничего не умеете творить или просто нет желания, то можете в Леонардо взять вот такие вот вкусняшки для влюбленных. В магазине Леонардо огромное разнообразие товаров. Там даже лепестки роз есть. И все это стоит в магазине копейки. Не нужно будет переплачивать за заказы на маркетплейсах. Заглядывайте в магазин Леонардо в своем городе. Там вы точно найдете, чем порадовать свою вторую половинку. Степка из сада домой приехал. Дети обычно сразу наши старшие берут домой, а Степ на улице бежит играть. Сейчас с этой горки скатывался несколько раз. Не вот с этой горки, она уже не скатывается, у нас сегодня тепло, считает. А вон стой на сыпанной горке, несколько раз скатывался. Там сейчас что-то копает, подков какой-то делает. Вот ему и интересно на улице. Я с ним немножко там погуляла, а потом домой зашла. Это мне тут Сашка уже зовет. Да, Саша, вот. Вот он, Саша. Он пытается растения поободрать все. А старший играет вот опять. У нас такой период, знаете, первую неделю они будут играть, пока есть эта игра. А потом им надоедает, и они уже перестают так часто включать. Опять чепут даем. Вот тарелка на присоске. Сейчас Саше дала. Ее вверх не поднять. Но вот он руку кладет, и вот так вот как-то на себя. Раз. И она сразу переворачивается моментально. Хотя на присоске. Вот у меня дети, у меня все сразу понимали. Сразу понимали, как эту тарелку обракинуть. Так что никакая присоска нам не помогала. Помогало только то, что вот я рядом стояла, держала. И все. Вот видите, все. Вот тебе и присоска. Притом присоска очень сильная. Если вверх поднимать, я могу вместе со столиком это все поднять. Но это они как-то вот поддевают там. Кушай, Саш. Кушай овощи свои. В этот раз побольше отварила, но он грызет. Побольше размером уже. Да. Овощи. Степ там вылепил снеговик, а? Вон какого. На курочку похож снеговик. Классный. Я могу тебя... Конечно. Возьмут их в плен или они благополучно возьмут и починят корабль. Я ответил, что в плен. Да, они действительно взяли в плен. Мы с тобой помогали нашим героям, если вспомнишь, разобраться с тем, что же инопланетяне говорят. Ну, а еще один пример. Нам вот сейчас сделаем на авокусе. В нем будет кое-что интересное. Мы сейчас поймем, что есть. Наверное, будет две десяточки. Один. А, вот сейчас узнаешь. Реши, пожалуйста, его только на экране, ладно? Ладно. На экране возьми восемь. Добавь один. Дальше. Добавь два. Добавь четыре. Дальше. Добавь четыре. Добавь три. Добавь пять. Подоверите. Молодец. И убери один. Парш. Получится? Получится? Двадцать два. Получится двадцать два. Отлично. Вот такой вот. Ну, я так и знал. Молодец. Молодец. Страничка двадцать два. Ну, там три, но не ручка. Я думаю, может быть, все три сделаем. Договорились? Да. Тем более... А, что мы будем подняться? На следующей... На следующей... Тем более мне на следующей... Недели в школу не надо. Мне сказали, что у нас каникул. Какой Саша у нас болтливый, да, стал, Саш? Ты такой болтливый стал. Молодец. В общем, Саша тоже вот абакус изучает. У Миши сейчас было занятие по ментальной арифметике. У нас в январе занятий не было. Были такие каникулы, потому что у нас учитель была на сессии. Поэтому у нас были каникулы внеплановые, так скажем. Ну, Миша продолжает заниматься. Миша по-прежнему нравится. Сегодня он прям как-то активно ворвался, он и перебивал ее. Несколько раз в домашних заданиях она спросила... Задала пять номеров, а спросила только два. А он говорит, нет, я остальные хочу сказать. Я остальные, говорит, хочу сказать. Пока все не сказал, не успокоился. Ну, продиктовал все ответы. В шести заданиях по десять примеров. То есть он 60 ответов видит. Она говорит, да я верю, все сделаю, молодец. Скажи, я хочу ее, но она хитрая, меня дубасит, да, по лбу? Ой, какая. Все, малыш. В общем, Сашка у нас с малых лет тоже занимается ментальной арифметикой. Мы тут рядом с ним сидим и тоже слушаем, что он нам рассказывает. Ой, у вас прям все выкинул, выкинул. В общем, Саша, тебе все надо в срочном порядке и прям сейчас... А ногами, а ногами. Да мой хороший. На, на. Все, это хотел. Это. Вот так надо. Такие истерики начал закатывать, если что-то не по его. Если его не повели, вот он просит направо, например. Не дай бог свернуть налево. Все, у нас тут будет истерика огромная. И точно так же, вот, например, я укладу на животик. Сейчас будем ползать. Там, ну, он ползает назад. Я уже говорила много раз. Назад хорошо. По кругу хорошо. Вперед не хочет. Я вот его ставлю, чтобы вперед он ползал. За пальцы он мне хватает. И подтягивается хорошо. То есть он ползает, когда за пальцы меня хватает. О, хлеб сделался. Когда за пальцы меня хватает, он вперед ползет отлично. Я говорю, да что, что так за ползай не хватаешься. В общем, если начинаю... Если он не хочет ползать, и его надо посадить, он начинает истерику моего, закатывать опять же. И показывает, что хочет сесть. То есть он как бы поворачивается. Вот так вот на боку сидит. Рукой облокатившись на бок. И показывает, что хочет сесть, но при этом орет, чтобы его посадили. Вообще такой своенравный, такой своенравный мальчик стал. С характером угу-гу каким. Мне кажется, он нам еще всем покажет, какой он. Да? Всем покажет, какой он самостоятельный. А там нельзя ничего. Нельзя. Ну, опять себе тресну. Опять тресну. Ой, ну все, она плохая, не надо ее брать. У нас тут хлебопечка стоит. Хлеб сейчас приготовился, теперь делается корочка. Еще, наверное, минут 10, и будет готово. Ну, может быть, минут 15. Вот, что у нас тут происходит, да? Саша отказывается лежать на животе. Он хочет только сидеть. Мы были у невролога, вчера ходили. Она посмотрела его, сказала, на массажик надо походить. И еще физиотерапию сказали, какую-то сделать. Если честно, даже не поняла, какую. Ну, в общем, мы сегодня должны сходить записаться. И с понедельника уже на массажик, да, пойдем, Саш? На массажик пойдем. Я ей показала, говорю, ну вот, Сашка у нас вот так вот сидит, но ползать не особо хочет. Я его кладу, когда на живот, говорю, давай, ну, ползать, будем учиться. А он ревет, орет, ну, вот хочет, чтобы вот так его посадили. Сидит, вот так играет. В манежек тоже иногда кладу его на животик. Вот он на животике в манежечке еще лежит. Потому что удобно ему вот так вертеться, с этими шариками играть. Сидя, он вертеться не умеет. Да, Сашак, малышак. Миша из школы пришел. У нас не было времени доделать драконов его. Очень красиво. Нам сказали то, что дома доделайте. А, Миша, отчего тут доделать? Нам нужно наклеить, тут клеем помазать, короче, и приклеить вот разную крупу. А, надо всего, что ли, заклеить крупой? Всего. Может, ты просто его зелененьким заклеишь, замажешь зелененьким, где он это? Нет. Пустили не надо. Не надо пустили? Мне как раз манг вон там. Ну, наклеишь, наклеишь. Это на ПВА, да, вы клеили? Да. Классный дракончик. Можно и не ПВА клеить? Держи, Миша, иди переодевайся. Можно и не на ПВА клеить? Обед школьников у нас сегодня вот такой. Опять мы сегодня без супа, потому что суп они упорно в последнее время игнорируют. Это Никите, Миша без помидор. Сходила я сейчас, съездила, записала Сашу на массаж. Вернее, я его вчера записала, а сегодня документы нужные донесла. А на физио у меня не получилось записаться. Тогда уже в понедельник запишусь, когда на массаж пойдем сюда же. Тут же запишусь. Ой, в общем, просто так съездила. Просто так, вернее, Сашу с собой брала. Саша сейчас в машине спит. Но я взяла с собой Лидия Николаевна из дома, чтобы она с ним как раз посидела. Я так подумала, что спящего не хотелось бы таскать. И была уверена, что он в машине уснет. Вот так и случилось. Он в машине уснул, поэтому Лидия Николаевна там оставила его сторожить. У нас сейчас плюс один, все тает. У нас на дорогах вот такие вот колеи, из которых сложно сворачивать, сложно парковаться. У нас обычно вот так машина вот паркуется. Из этой колеи в некоторых местах, вот она прям высокая, сложно свернуть. В общем, поеду домой. Я вернулась домой, хотела куртку повесить. И смотрите, кого нашего хвостик тут в уголочке спит. В шкафу в уголочке. На сумку налег, который от коляски сумка. Лапкой прикрыл, мордочкой спит. Он первый раз тут спит. Никогда тут раньше не спал. В шкафу, да еще и в углу. Вот так вот потерялся бы кот. И мы бы его в жизни не нашли в этом шкафу. Последнее, наверное, место, где бы мы его искали. А у нас Сергей, между прочим, вот сделал полочки. Все-таки у нас постоянно стояла коробка внизу, в которой шапки, и мы все доставали. Обычно как-то на коробке я говорю, что нужно место для этих шапок, потому что в шкафу дети вот на тех полках не достают. Вот, сделал две полочки. Купил, заказал, повесил. Очень удобно. А еще сегодня, представляете, ситуацию. Утром даю Мише вторую обувь. Он говорит, мама, у меня она лежала в машине или где-то там лежала, она намокла сильно. У нас все тает. Может быть, он где-то ее там на улице рядом с машиной оставил. Он говорит, мама, моя обувь намокла. Я ее открываю, а там обувь на физру. Я ему каждый раз, когда на физру, напоминаю, вот, говорю, Миша, не забудь взять обувь на физру. Он, оказывается, перепутал и ходил каждый день в кедах просто по школе, а на физру надевал сандалии. Сандалии я его даю сегодня, говорю, вот твои сандалии, сегодня в них должен идти. Он говорит, как это? Это же на физру. Я говорю, в смысле? На физру сандалии? То есть я ему каждый день напоминаю, не забудьте там взять на физру, не забудьте взять сандалики. А он менял местами каждый раз. Вот месяц, январь весь он ходит неправильно. Он ходит на физру в сандалиях, а по школе он ходит в кедах. Представляете, я вообще думала, что, ну, как бы Миша понимает, что в кедах надо на физру ходить, что там кроссовки, кеды. Вот, хорошо, что я ему кеды дала на физру. Ну, в кроссовках по школе нельзя у нас ходить. А в кедах с белой подошвой, в принципе, вот, видать, учитель и не обратил внимания. А то, что он сандалии на физру надевает, ну, мне кажется, надо было сообщить, что у ребёнка обуви нет. Может, они думают, что у нас нет обуви на физру? Я не понимаю. Говорю, Миш, неужели ты весь месяц ходил вот так вот? Он говорит, да. Он вообще без одни мысли. Я говорю, тебе удобно, да, было в сандалиях бегать, там, на физкультуре? Да. Такие вот удобные сандалии у нас школьные. Вот у нас вот такие вот обычные кеды. И Миша как-то повадился их на физкультуру надевать в прошлом году, до Нового года. И так я и думала, что он не ходит на физру. А он поменял местами почему-то с января. И вот если бы они сегодня с утра не намокли, я бы об этом и не знала. Он бы дальше на физру ходил в сандалиях. Я сейчас получила заоказ и за аптеки ещё заказала. Назначили лекарь Саше. Масло заказала для массажа. Персиковое у нас тоже закончилось. По-моему, даже два уже закончилось. Вот ещё одну заказала массаж делать. И знаете, что заказала? Аскорбинки. Аскорбинки моего детства. Я даже, если честно, не знала, что сейчас такие продают. Вот такая вот упаковка аскорбинок. 200 штук по 50 миллиграмм. И стоят они там около 50 рублей. Класс. Я обожала в детстве такие аскорбинки, когда мне мама давала. Это, знаете, ностальгия моего детства. А, вот тут чек лежит. Аскорбинка 46 рублей стоит. Почему-то там 46, там 44. Не знаю почему. В общем, 44 рубля 200 штучек там. Делала заказ перекрёстки сегодня. И заказала вот такой вот творожок. Мы никогда такой не пробовали в зелёной линии. Как он понравился Саше сейчас. Вот он так уплетает вообще. Специально открыла вам показать. У кого маленькие детки, попробуйте. Да, Саш, он так вкусненько кушает. Так вкусно кушает. И ещё просит. Да. И бананы сейчас заказала тоже. Банан, полбанана съел. Творожком закусил. Счастливый ребёнок. Вкусно, Саш? Вкусно, да? Да, держи. Открывай ротик. Саша кушает вкусно-вкусно. Ещё, да, телевизор надо одновременно, да, смотреть. Что у вас там за мультик такой? Все бегают, прыгают непонятно. Ни одного слова нету. Маша и медведь, что ли? Да, как? А какие Маши и медведи? Это Маша и медведь. Просто Машу поменяли и растворили. Поменяли и растворили? Ой, как вкусно Саша ест. Да? Вкусно? Вот, скажи, вот так. Вкусно. Вкусно. А? А ещё у Саши есть привычка, да, Саш? Ложку мою хватать. Вот он иногда ему даю, а он ложку хватает. Выхватывает, все руки измажет, потом по лицу всё это. Мы все измазанные сидим, да? Но зато довольные, счастливые. Саша, не отвлекаемся. Саш, не отвлекаемся. Чуть-чуть осталось. Угу, чуть-чуть осталось. Ты мой хорошенький. Ой, Тюмазик маленький. На. А? Вкусно, да, вкусно. Очень вкусно, скажи. Вот и не вкусно. Вот, всю баночку и съели. Это у нас полдник такой. Да. Фрукты обычно. Или фруктовый пюрешка я могу дать с творожком. Или просто бананчик с творожком. Так, я сейчас прочитала состав. Здесь на первом месте нормализованное молоко. А на втором месте фруктовый ягодный наполнитель клубника. И он состоит из сахара клубничного пюре. Вода, стабилизатор. Ну, в общем, сахар здесь есть. Это не творожок, который вот без сахара бывает. Да. Ну, скажи, нам понравилось. Конечно. Сахар-то есть. Ой, как вкусно. Очень вкусно. Сахаром что угодно-то вкусно будет. Особенно малышам. Вкусная ложка. Вот какая. Все, Саша забрал у меня ложку. Сказал, что хочет сам есть. Да? Сам будешь есть, да? Вот так вот. Вкусная. Сашка, чем мазик маленький? Ну, кушай сам, кушай. Вкусная ложка. А! Субтитры сделал DimaTorzok